С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. К 400-летию протопопа Авакума в Нарьинмаре на территории Старообрядческой Поморской общины установили памятник мятежному лидеру старообрядчества. Как организовано горячее питание учащихся начальных классов проверил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Бездудный. С рабочим визитом в Ненинском округе 7 сентября побывал президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Оликперов. Об этом не только в ближайшие 20 минут. Спорт – наше все. Именно таким аргументом воспользовалась главный санитарный врач Ненинского округа Наталья Кирхар, разрешив спортсменам региональных сборных команд тренироваться и участвовать в выездных соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня. Соответствующее решение было принято на оперативном штабе по COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в Ненинском округе остается стабильной, отмечают члены оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. Округ перешел ко второму этапу снятия ограничений. Тем не менее. У нас продолжают возвращаться жители округа с отпусков. Некоторые даже еще и с каникул возвращаются. Поэтому режим повышенной готовности мы с вами сохраняем. И все эти меры, которые были приняты ранее, тоже всех этих мер придерживаемся. А это значит, что действующие ограничения, связанные с прибытием в округ из-за его пределов, сохраняются. Чтобы избежать двухнедельной изоляции, необходимо предоставить сотрудникам Роспотребнадзора на въездном фильтре справку об отсутствии заболевания COVID-19. Если такой справки нет, то добро пожаловать на двухнедельную самоизоляцию. Статистика подтверждает. За последнюю неделю на территории Ненецкого округа зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Те заболевшие – местные жители, вернувшиеся в Нренмар из-за пределов округа. Кстати, в Архангельске на прошлой неделе были зафиксированы два завозных случая короны из Ненецкого округа. В настоящее время в нашем регионе нет пациентов с тяжелым течением болезни, требующего лечения в стационаре окружной больницы. Все 19 заболевших лечатся амбулаторно. Из них 17 человек – это жители округа, трое – вактовики Южно-Шапкинского месторождения и один – иногородний. На самоизоляции находятся 502 жителя Ненецкого автономного округа. От статистики к спорту. С 1 сентября с соблюдением штатных эпидемиологических мер на Нренмаре во дворце Спорта Норд начал работать бассейн для платных групп. С 7 сентября к занятиям здесь приступают воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Как справедливо сказала Наталья Вячеславовна, спорт у нас – это всё. Поэтому соблюдать все меры безопасности в спортивных учреждениях необходимо неукоснительно. На этой неделе спортсменам сборных команд округа разрешат тренироваться в своих спортивных учреждениях и принимать участие в выездных соревнованиях. Можно также проводить массовые мероприятия за пределами муниципальных образований региона. Местами проведения таких мероприятий в Нренмаре станут лыжероллерная трасса, территория Арктического центра туризма и зелёная зона окружной столицы. В собрании депутатов Ненецкого округа начало нового парламентского сезона. Уже 13 сентября состоится первая сессия окружных парламентариев. В ходе её подготовки временно исполняющий обязанности губернатора субъекта проведёт рабочие встречи со всеми фракциями политических партий, представленных в собрании. Об этом шла речь на встрече Юрия Бездудного с депутатами. Предстоящая предсессионная неделя будет достаточно напряжённая. Рабочий график руководителя региона насыщен визитами в округ руководителей крупных нефтяных компаний. Самое главное в диалоге с недропользователями поделился с депутатами Юрий Бездудный – это найти баланс в отношениях с нефтяными компаниями, чтобы они оставались в регионе работать, платили налоги, а Ненецкий округ, в свою очередь, мог реализовывать социальные проекты. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов также отметил важность предсессионной недели и заверил присутствующих, что все вопросы депутаты продолжат решать в тесном взаимодействии с администрацией округа. 7 сентября в Нарьинмаре с рабочим визитом побывал президент нефтяной компании «Лукойл». Первая встреча на Ненецкой земле с руководителем региона Юрием Бездудным. Компания «Лукойл» – один из давних стратегических партнеров Ненинского округа, принимающая активное участие в его социально-экономическом развитии. Вагит Висухович хотел поприветствовать вас на нашей Ненецкой земле, рассказать о том, что компания «Лукойл» была и остается нашим главным стратегическим партнером. Во время беседы Юрия Бездудного и Вагита Олег Первого был поднят главный вопрос для обеих сторон – сохранение планов компании на ближайшие годы по освоению нефтяных месторождений в условиях мирового экономического кризиса, падением цен на нефть и ослаблением курса рубля. «Мы сохраняем свою инвестиционную активность на территории Ненецкого округа, несмотря на сокращение инвестиций в других регионах. То есть мы здесь увеличили инвестиции, то есть у нас плюс 7 миллиардов по 2020 году, по отношению к 2019 году. Мы готовим ввод в новые месторождения. То есть создаются, конечно, новые рабочие места». Вагит Олег Первого также отметил, что компания «Лукойл» готова инвестировать вместе с округом средства в строительство новых социально значимых объектов. Более того, совместно с компанией «Газпром» «Лукойл» будет реализовывать новый экономический проект, который позволит привлечь крупнейшие инвестиции в регион и создать здесь большое количество рабочих мест. «Я уверен, что те отношения, которые были, они сохранятся, что дают нам гарантии, что наши инвестиции будут поддержаны руководством округа. И, соответственно, они принесут благополучие зрителям округа и доход, конечно, компании «Лукойл». Временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа и президент компании «Лукойл» ответили на вопросы региональных СМИ. Один из них касался минимизации последствий пандемии коронавируса на месторождениях. Компания первая выступила инициатором того, чтобы откликнуться на наш запрос и помочь при обретении оборудования. Было куплено достаточно много оборудования. Это и аппараты искусственной вентиляции легкого, и защитные средства. Ну и, собственно, все это позволило очень быстро локализовать вот эту инфекцию на месторождениях компании. Поэтому здесь мы шли рука об руку и совместно, собственно говоря, отрабатывали все эти проекты». Компания «Лукойл» многие годы поддерживает уникальный на крайнем севере проект «Красный чум», благодаря чему оказание медицинской помощи оленеводам, кочевникам и жителям отдаленных поселений региона проходит ежегодно. «Да, мы считаем, что проект «Красный чум» – один из самых удачных проектов для нашей компании, как социально-ориентированный проект. То есть он ориентирован на поддержку коренного населения. То есть мы считаем, что мы будем постоянными партнерами этого проекта, потому что компания здесь только увеличивает масштабы своих инвестиций, расширяет географию и отношения с коренными населениями для нас очень важны. Поэтому проект «Красный чум» – «Красный чум» – тот, который доходит до конкретного человека. И в опросах медицины, и в опросах многих других социальных отношений между крупной компанией и коренными населениями. Сегодня компания владеет лицензиями на 30 месторождений, осваивает 16 и в ближайшей перспективе приступит к разведке еще 10 участков. В сотрудничестве с администрацией округа Лукойл развивает социально-экономическое присутствие в регионе. И, конечно, это сотрудничество будет продолжено. Так, благодаря недропользователям было закуплено новое музыкальное оборудование для уличной сцены на площади Марацей, которое было продемонстрировано в действии. Оно разрабатывалось российскими специалистами с применением импортных комплектующих. Новые стойки для колонок позволяют направлять звук на 180 градусов. Кроме того, на средства компании будет закуплено и профессиональное освещение для проведения массовых мероприятий на площади. В ходе рабочей поездки глава компании поздравил коллег с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечался накануне, и вручил работникам предприятия «Лукойл» Севернефтегаз ведомственные награды. В субботу в окружном центре на территории Старообряческой Поморской общины состоялось торжественное открытие памятника протопопу Авакуму, Петрову, писателю, идеологу и духовному лидеру приверженцев старой веры. С подробностями Михаил Веселов. В этом году исполняется 400 лет со дня рождения яркой и сильной личности, настолько убежденной в истинности своей веры, что даже мучительная смерть после 15 лет заточения в земляной темнице Пустозерского острога не смогла сломить. Нистовый протопоп Авакум, лидер старообрядчества в период церковного раскола 17 века, сожжен вместе с ближайшими соратниками в Пустозерске 24 апреля 1682 года. Напомним, установить памятник протопопу Авакуму было решено в марте 2017 года на съезде староверов-поморцев Нейнского округа. Инициатива была поддержана затем уже на съезде всей древле православной поморской церкви, проходившем в Москве. Там же был утвержден эскиз, предложенный на конкурс архангельским скульпторам, заслуженным художником России Сергеем Сюхиным. Примерно год ушел на создание, эскиз, проект, лепка, литье и доставка. Ну, потом же еще конкурс был, всероссийский конкурс. Вот на этом конкурсе, к счастью, отобрали мою работу. Я думаю, потому что я не стал делать круглую скульптуру, что вообще не характерно для православия, а тем более для старобрячества. Поэтому автор выбрал форму барельефа на фоне медной иконы. Такие очень уважаемы старобрядцами, поскольку во времена гонений их можно было, в отличие от деревянных икон, спрятать даже в воде. Нам вот этот дух, упорство Авакума сейчас нужны как никогда. В благом деле установки памятника поучаствовали многие. В своем субботнем выступлении настоятель Наринмарской старобрядческой общины Александр Липунов по-доброму отозвался, например, о нефтяной компании «Лукойл Коми», на средство которой был осуществлен монтаж памятника, проведено благоустройство территории вокруг него. А помощь в транспортировке постамента оказала неинская нефтяная компания. Наступает торжественный момент – покровы с барельефа сброшены. Участие в торжественном открытии памятника Авакуму приняли гости из разных российских общин. Ожидался приезд паломников из прибалтийских стран Австралии, с американского континента, но помешал коронавирус. И волнение, и восторг своего рода, и самые теплые чувства. С единоверцем солидарен и председатель правления культурно-просветительского центра имени Протопопа Авакума. Протопопа Авакума 300 лет при царе был запрещенным человеком, о котором даже говорить нельзя было. Советское время всем печально известно. И вот, наконец-то, пришло время исторической справедливости. И лишь он произнес эти слова, как яркий луч солнца осветил памятник таким образом, что с золотом засияли воздетая к небу длань брельефного Авакума с упрямо сложенными двумя перстами и восьмиконечный крест над ним. Многие участники торжественной церемонии сразу же после ее завершения на катерах отправились в Тельвиску, где состоялась научная конференция на тему «Кустозерская проза Протопопа Авакума. Мировое духовное и культурное наследие». О ней мы расскажем в выпуске новостей 8 сентября. Михаил Юсилов, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Две с половиной тысячи учащихся младших классов окружных образовательных учреждений с 1 сентября получают бесплатное горячее питание в школах вне зависимости от дохода родителей. Как организован процесс питания учеников начального звена, лично проверил временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. Столовая в новом здании третьей школы рассчитана на 200 посадочных мест. При входе есть всё необходимое для обработки рук, а столы для учеников начальной школы накрываются сразу после окончания второго урока. Всё натуральное – это линейка. Наша местная линейка. Компоты с шипом. Я как родитель понимаю, что еда здоровая. Поэтому мы спросили у ребят, и первоклассник, и четвёртый класс, все в один голос сказали, что еда вкусная. Сегодня мы попробовали её сами. Действительно, еда горячая, качественная. Мы, родители, не должны переживать за своих детей. У них будет качественная, горячая питание. Согласно указу президента на организацию бесплатного питания школьников начальных классов, регионы получают федеральные средства на условиях софинансирования. До конца текущего года Ненинскому округу выделено 12 миллионов рублей. В следующем году на горячее питание из федерального бюджета ожидается поступление 31 миллиона, а в 2022 году – 36 миллионов рублей. Дополнительные средства на горячее питание для школьников будут привлечены из окружного бюджета. Расчёт у нас идёт 109 рублей на одного человека. Мы получили федеральное софинансирование 12 миллионов рублей. В общей сумме на 4 месяца у нас на 35 миллионов рублей уже всё финансирование есть. У нас будет организован до конца года бесплатное питание для первых и четвёртых классов. Питаются детишки один раз, дети, которые с ОВЗ, питаются два раза. Питание школьников с 5 по 11 класс оплачивается наполовину родителями, остальное – из окружного бюджета. Бесплатные обеды предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья и сиротам, а также детям из семей, где средний душевой доход не превышает однократной величины прожиточного минимума в регионе при предоставлении необходимых документов. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Нарьинмаре на одну улицу с односторонним движением станет больше. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 7 сентября на улице имени Антона Пырерки будет введено одностороннее движение. Сегодня рабочий МБУ «Чистый город» установили два дорожных знака на участке от улицы Полярной до Хатанзийского. Участок от улицы имени Токовылки до Полярной был переведен в односторонний режим еще ранее. По просьбам автомобилистов, управление ЖКХ администрации города решило вести одностороннее движение на протяжении всей улицы, где располагаются важные социальные объекты – поликлиника, аптеки, детский сад и магазины. Отсутствие встречного движения позволит исключить проблемы разъезда транспорта на узкой проезжей части и избежать дорожно-транспортных происшествий. Совет молодых специалистов «Лукойл Севернефтегаза» организовал профилактическую акцию совместно с инспекторами ГИБДД. С помощью трафаретов вблизи самых оживленных пешеходных переходов Нарьенмара они нанесли надписи, которые должны привлечь внимание пешеходов при переходе улицы. «Будь осторожен, возьми ребенка за руку». Эти и другие обращения к пешеходам, появившиеся на асфальте в оживленных местах Нарьенмара, призывают участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. А велосипедистам напоминают о том, что дорогу нужно переходить, а не переезжать, находясь в седле двухколесного транспортного средства. Акция, направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий, организована молодыми специалистами предприятия «Лукойл Севернефтегаз». Не остались в стороне и юные участники дорожного движения, которые с радостью помогали наносить надписи на асфальте. «Данная акция очень необходима для современной молодежи, потому что сейчас век технологий, все ходят в телефонах, все отвлекаются на что-то, на какие-то внешние факторы. Поэтому, когда ты идешь по дороге, ты сразу видишь, что тут написано, сразу обращаешь свое внимание на эту надпись и, возможно, на кого-то это подействует, кому-то это поможет». В рамках акции детям напомнили о правилах дорожного поведения на дороге, а также подарили памятки и светоотражающие элементы, которые с наступлением короткого светового дня будут более чем востребованы. «Когда фары светят на светоотражающие, светоотражатели уже светятся понарошку. И сразу машина заметит, что там какой-то человек переходит». «И уступит дорогу, да?» «Все правильно, держи». «Спасибо». Надписи призыва на асфальте перед самыми оживленными пешеходными переходами Нарьенмара, по мнению организаторов акции, будут способствовать профилактике дорожно-транспортных происшествий. «Мы знаем, что в Нарьенмаре случай с ДТП недавно произошел. И это до данного момента является как-никак актуальным. Поэтому при поддержке Совета молодых специалистов «Лукойл Коми» мы решили провести такую акцию. И думаем, она будет эффективна в нашем регионе. Акция проходит также при поддержке нашего профсоюза. Мы используем специальные светоотражающие элементы, которые раздали людям, детям в первую очередь, чтобы они использовали эти элементы при переходе через дорогу». Соблюдение самых простых правил поведения на дороге, внимательность всех участников дорожного движения помогут сохранить их жизнь и здоровье. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.